Многие думают, что для запуска ракеты достаточно направить ее вертикально вверх и дождаться, когда диктор досчитает до нуля. Это однако, большое заблуждение. Потому что Земля не стоит на месте. Она непрерывно вертится, о чем говорил еще Галилей. Взлетающие ракеты получают дополнительное ускорение от вращения, если запускаются в его направлении. Но этот импульс нужен далеко не всем выводящимся на орбиту Земли космическим аппаратам. Более половины спутников летают сегодня по траекториям, выводу на которые вращение планеты только мешает. Впрочем, обо всем по порядку. Земля крутится вокруг своей оси вместе с людьми, животными, растениями, океанами и стартовыми площадками. Поначалу ракета взлетает с нее и горизонтально. Вблизи полюсов воздействие движения планеты ощущается не очень сильно, поскольку там Земля движется медленнее. Но ближе к экватору, например, на космодроме у мыса Канаверал, США, или на Байконуре, Казахстан, наша планета придает довольно значительное дополнительное ускорение. Так как она вращается с запада на восток, то направив ракету на восход Солнца, можно убыстрить ее, не сжигая дополнительного топлива. Для некоторых спутников это по-настоящему здорово. Но проблема в том, что для подавляющего их большинства запуск с низких широт в восточном направлении идеальным не является. Это касается, в том числе и МКС. Дело в наклоне орбиты этих аппаратов, угле между плоскостью траектории и плоскостью отсчета, коей принято считать экватор. Спутник, курсирующий непосредственно над нулевой широтой с запада на восток, будет иметь наклон в 0 градусов. Вращаясь с севера на юг, он станет на полярную орбиту, а интересующий нас параметр составит 90 градусов. Можно крутиться и поперек шерсти, с востока на запад, в направлении, противоположном вращению Земли. В этом случае орбита будет ретроградной, а наклон – более 90 градусов. У МКС это значение составляет около 51 градуса, и ее орбита считается высокой. Более чем у половины спутников она полярная. Почему они летают по этим траекториям, и чем их не устраивают те, где можно получить ускорение от земного вращения. Тут все довольно просто. Главная причина заключается в том, что спутник, находящийся на наклонной орбите, может пролетать над большей частью планеты. Экипажу МКС это позволяет, например, видеть огромные участки поверхности по несколько раз за день. Спутник, находящийся на полярной орбите, с течением времени пролетает над всей планетой целиком, без каких-либо исключений. Это отлично подходит для аппаратов, обеспечивающих связь, занимающихся картографированием и проведением научных измерений. Проблема с выводом спутников на эти траектории заключается в том, что здесь в какой-то момент разгона приходится двигаться против направления вращения планеты. И если ракеты стартуют с площадки, расположенной ближе к экватору, количество приложенных усилий будет больше. Добиться цели не так уж и сложно, нужно просто направить снаряд немного на запад. Но как это часто бывает в инженерном деле, это легче сказать, чем сделать. Топливо для такого маневра требуется больше, из-за чего те же Канаверал и Байконур не очень подходят для запуска спутников с полярной орбитой. Более северный космодром был бы в этом плане предпочтительнее. Впрочем, этот фактор не настолько неприятен, чтобы космические державы пытались избавиться от него любыми способами. Неприятно, конечно, что вместо приборов и инструментов приходится брать на борт горючее, однако перспективы строительства, содержания и эксплуатации космодрома где-нибудь в Арктике оптимизма ни у кого пока не вызывают. Еще одной неприятной проблемой преодоления вращения Земли является потенциальная опасность падения обломков на головы ничего не подозревающих землян. Инциденты подобного рода уже известны, в том числе и с пострадавшими коровами. В США, например, именно по этой причине спутники с полярными орбитами запускают не из Флориды. Для этого используется космодром на военно-воздушной базе Венденберг в Южной Калифорнии. Он лишь немногим севернее, зато обладает огромным преимуществом в виде гигантского океана, раскинувшегося западнее. Считается, что туда падать может что угодно.